всем привет сегодня жилой комплекс клевер парк рассмотрим одну квартиру и два сценария проживания смотрим подписываемся ставим лайк и так перед нами двухкомнатная квартира именно такие я называю евро двушка а кто-то евро трешка вот вы напишите в комментариях кто из нас прав что имеется ввиду две спальни и кухня гостиная большого размера аж целых тридцать два квадратных метра и это хорошо и правильно потому что очень многие застройщики кухню гостиную делать почему-то 18 20 квадратных метров этого недостаточно а 32 это хорошо клевер парк это жилой комплекс на который я уже снимал видео обзор если вам интересно посмотрите по ссылочке ну а сегодня про планировку там очень много вариантов различных квартир маленьких больших я очень много снял разборов на различные планировки из клевер парка ссылочки тоже оставлю и кстати если вы из клевер парка то обращайтесь я для вас сделаю ваш вариант планировки ну из других же к тоже обращайтесь сегодня я рассмотрю два сценария проживания для разных людей в одной квартире чтобы вы увидели что одна квартира может выглядеть по-разному ощущаться по-разному и проживать в ней можно по-разному пару слов о планировке от застройщика прихожая шкаф зачем-то загнули буквой г так делать не надо лучше оставить его прямой формы таким образом с таким загибом вы никак не увеличиваете площадь прихожая к сожалению проходная есть один санузел 32 квадратных метра неплохо есть жилая комната 13 почти 14 квадратных метров и вход в нее через коридор и вот здесь вот есть такая хитрость чтобы вы понимали видите мы проходим в комнату как бы через коридорчик и этот коридорчик примерно 2 квадратных метра то есть ваша спальня не 14 а 12 потому что фактически она вот такой квадратной формы но это небольшие хитрости маркетинговые от застройщика надо сделать побольше площади нате вам отсюда балкон он кстати теплый ну и последнее помещение это спальня со своей ванной она 5 квадратных метров и с очень интересно расставленной мебелью для хранения то есть шкафами вот один шкаф вот второй шкаф ну вроде предусмотрели их много хорошо кухня буквой г и она далеко от окон мне это всегда не нравится потому что это темно я думаю что вам тоже всегда приятнее рядом с окном готовить пробыть угловой диван который зажали в угол я знаю что вы любите угловые диваны но нафига ставить угловой диван прямо в угол не надо ребята не надо телевизор очень далеко от этого дивана находится смотреть его будет неудобно стол стоит таким образом что вы его сюда никогда не поставите потому что он будет мешать тому кто готовит рядом он стоит с диваном и ходить неудобно то есть вы его будете то сюда таскать то сюда таскать но в общем искать место его расположения. Так делать не нужно. Нужно заранее все предусмотреть. Итак, смотрим. Я расскажу вам сегодня два сценария. Первый сценарий это квартира для людей в возрасте, для пары, которая уже, так сказать, своих детей отправила в самостоятельное плавание. И они хотят наслаждаться жизнью, так сказать, проживать хорошо, в удовольствии, ни в чем себе не отказывая. Второй вариант это пара молодых людей, которые активны, любят гостей и работают из дома. Вот такие два варианта, почему я про них проговариваю. Вроде бы казалось и там и там живут одинаковый состав семей, всего лишь два человека, но вы увидите насколько меняется планировка в зависимости от того, какой запрос. Итак, первое. Рассматриваем вариант для пары в возрасте, которая детей уже вырастила и отправила. Прихожая, шкаф, санузел со скругленными стенками. Обязательно скругленные стенки. Почему? Потому что таким образом наше движение становится более плавным вокруг этого пространства, когда мы ходим по коридору. Во-вторых, углов нет, границы нет, глаза скользят по единой стенке. Соответственно это визуально увеличивает пространство. Третье. Нет углов, нечего сшибать. Обратите внимание, там где есть углы, они все отбиты и вот такие некрасивые появляются белые сколы. На скругленных стенах этого не будет. При этом в прихожей я ставлю комод вдоль стены, пуфик, чтобы было удобно присесть и зеркало большое в полный рост. Внутри санузла есть раковина, есть унитаз и душевая кабина. Конечно же шкаф для хранения, который мы сделаем практически во всех наших вариантах. Снизу коммуникация, сверху дверки открывается, все очень удобно. За санузлом, если пройти дальше по квартире, мы упремся в шторочки. Видите, вот мы пошли, пошли, пошли и уперлись вот в конец коридора. Но он не пропадает, а используется под постирочную. Именно в этом месте я располагаю стиральную машину и уборочный инвентарь. Все рядом со стояками, нет проблем дотянуть воду, но зато очень удобно. Ее никто не видит, а она не мозолит глаза в ванных комнатах. Стоит обособлена, ну просто как доктор прописал. И рядышком есть вход в мастер-спальню. Здесь есть один большой шкаф, ну или можно его кладовкой назвать для хранения. Напротив входа в спальню есть вход в ванну-душевую. Здесь есть сама ванна, раковина, унитаз, душевая. Большое место для хранения. А дальше, если мы проходим в спальню, то видим кровать, тумбочки. И здесь я расположил не так, как обычно располагаю. То есть я всегда говорю, что когда мы заходим в спальню, мы должны зайти в свободное пространство, в проход. А кровать должна стоять немножечко в стороночке. Но здесь так сделать не получилось, потому что если бы кровать стояла напротив у другой стены, пришлось бы шкаф ставить сюда, где вот сейчас кровать. И тогда шкаф заслонил бы часть окна. И когда бы мы заходили в спальню, мы упирались бы в торец шкафа. А это плохо. Поэтому шкафы стоят вдоль дальней стены. Они упираются своими торцами в стены и, соответственно, не заслоняют свет. Посередине встроен телевизор, много мест хранения. Ну и, конечно, скругленная перегородочка здесь тоже присутствует. Это сделано для того, чтобы пространство более плавно перетекало, чтобы не было угла, который мы могли бы оббить, а сейчас нет. Ну и макияжный столик тоже присутствует. Я очень люблю располагать макияжный столик напротив окна. Это очень красиво, потому что макияжные столики могут быть легкими. Просто столешница с маленькими узенькими тумбочками, ну вот такими ящичками и на тоненьких ножках. Соответственно, он смотрится очень легко напротив окна. Маленькое зеркало на ножке. И это выглядит очень элегантно и эстетично. Не надо бояться ставить напротив окна. Наоборот, это красиво, потому что сначала мы видим красивый столик, а затем уже смотрим в окно. То есть, это такая некая преграда для глаз. Потом раз и следующее, что мы хотим посмотреть. Остается общее пространство. Оно должно быть общим. Кухня, столовая и мягкая зона. Я совершенно по-другому располагаю мебель. Кухонный гарнитур я придвигаю к окну. Он вместе с островом, когда мы готовим, соответственно, лицом в зал. В зале стоит диван, напротив телевизор и еще одно кресло. Там, где раньше стояла кухня, я туда ставлю стол. Ставлю круглый для того, чтобы не было никаких углов, чтобы мы их не сшибали. Есть обязательный сервант с красивой посудой, ну или с чем-нибудь еще, который стоит по одной оси со столом. То есть, мебель вся расположена логично по правилам золотого сечения и симметрии. А это значит, у вас будет гармония полнейшая. Нам есть куда расправить стол, если вдруг придут гости. Получается пространство очень удобное для жизни. Потому что, когда мы готовим светло, когда мы готовим, мы также можем смотреть телек. Нам удобно подавать еду к столу. То есть, все логично и гармонично. Вот даже такое стихотворение получилось. Из кухни-гостиной вход в кабинет. Это тоже очень важно. Во-первых, есть место, где поработать. Во-вторых, есть место для уединения. Ну, захотел один побыть. Пошел, посидел, книжку почитал или поработал. Есть огромный стеллаж для хранения книг, записок, чего угодно. В общем, он здесь присутствует. А также есть диван, который можно разложить и кого-то оставить с ночевкой. Ну, например, дети или внуки приехали. Пожалуйста, пользуйся. Вот такой один вариант. Сейчас буду показывать другой. А пока напишите про этот ваши мысли. Второй вариант планировки для этой же самой квартиры. Тоже для двух людей, но для молодой пары, которые немножко по-другому выстраивают свой сценарий жизни. Во-первых, они, с одной стороны, активные. Приходят гости, они любят гостей, устраивают вечеринки. С другой стороны, они работают из дома. Это тоже важно учитывать. Должно появиться пространство для работы, помимо жизни. И что я делаю в этом варианте? Я устраиваю круговое движение вокруг вот этого санузла. Только в этом санузле вместо душевой я располагаю шкаф для стиральной машины и уборочного инвентаря. Используется это помещение, как гостевой санузел. Здесь есть унитаз и раковина. И я напоминаю, что мы можем вокруг него ходить влево, вправо, как угодно. В прихожей остается большой шкаф, как он был и в первом варианте. Остается комод и пуфик и зеркало, как это было в первом варианте. Но все-таки этот вариант очень сильно отличается вот именно из-за этого кругового движения. Потому что у нас складывается ощущение, что пространство гораздо больше, чем оно есть на самом деле. Почему? Потому что мы, находясь в гостиной, видим и охватываем глазом практически помещение все целиком. То есть, видите, нету никаких дверей, нету перегородок, нет границ. Наш глаз скользит свободно вокруг всего вот этого пространства. И мы понимаем, что мы можем пройти сюда, сюда, встать в любом месте и посмотреть в другую точку интерьера. В гостиной расположение мебели точно такое же, за исключением того, что я сразу же поставил большой стол на 6 персон. А так, тот же самый сервант, точно также расположена кухня с островом, диван и телевизор напротив. А вот кабинет немного изменился. Сейчас здесь кабинет уменьшился, есть раздвижные перегородки, которые можно полностью раздвинуть и кабинет становится тоже частью гостевой комнаты, общей вот этой комнаты кухня-гостиной. И если пришли друзья, вечеринка, то можно задействовать абсолютно все вот это пространство. Кто-то в кабинете на диванчике сидит, кто-то за островом болтает, кто-то за столом сидит. То есть, можно вот так вот передвигаться совершенно свободно. При этом, если нужно кому-то поболтать и уединиться, мы можем закрыть эти перегородки и комната стала обособленной. Сели на диванчик, поболтали, посмотрели в окошечко. То же самое, когда нужно работать. Кто-то днем работает, сидит за столом и, чтобы ему не мешали, он закрывает перегородки и это пространство превращается в кабинет, в котором также есть стол, в котором есть диван, который можно расправить естественно и кого-то оставить с ночевой, ну и просто самому там поваляться с книгой. Так как здесь проживают двое людей, детей нет и, соответственно, нам мастер-спальня как таковая в таких условиях особо-то и не нужна. Ну, мы же можем в любое время голышом выбежать и бегать вообще по всей квартире, поэтому мастер-спальня-то именно для этого нужна, чтобы скрываться от остальных. А здесь мы можем спокойно из спальни выйти, выйти в коридорчик и пройти в ванную. А раз так, то значит, мы можем пространство перекроить под себя. Во-первых, кровать поставить к дальней стене и теперь, как я уже говорил, мы заходим на свободное пространство и кровать стоит не изголовьем ко входу, а как положено, чуть подальше, большая кровать с двумя тумбами. Также есть макияжный столик, который стоит также напротив окна. Напротив кровати комод, телевизор, ну или картина с зеркалом, как захотите. А вот в другой торцевой стене, дальней от окна появляется место для огромного шкафа и это тоже очень удобно, когда шкаф скрыт, его не видно. Я вообще считаю, что шкафы нужно скрывать, не надо их выпячивать, пускай он будет стеной незаметной, а красоту организовывать кровать, комод, ну и другие предметы декора. А еще такое решение позволило сделать огромную ванну. Вы просто сравните. В первом варианте и во втором ванна увеличилась чуть ли не в два раза. Соответственно, это душевая, сама ванна отдельно стоящая, две раковины, унитаз, биде и еще место под столик или креселка остается. Ну кайф же, это уже настоящая отдельная комната, которая действительно доставляет удовольствие от принятия ванны или омовения. Ну вот как-то так, друзья. Это второй вариант, про который вы тоже обязательно напишите, насколько он для вас приемлем. Я буду счастлив, если вы напишите свои комментарии по поводу первого и второго варианта и как-то их обсудите, сравните и напишите ваше мнение по этому поводу. Ну а я со своей стороны призываю вас подписаться на канал, потому что он про пользу и красоту. Ставьте лайк, жмите на колокольчик. Всем пока, да пребудет с вами Муза и удобная планировка по вашему сценарию жизни. Субтитры сделал DimaTorzok